Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 29 августа, четверг. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Сахал продолжает активно действовать на всех фронтах. Задуманное Нетаньяго заседание кабинета на броневиках не состоится. ООН приостановило работу миссии Всемирной продовольственной программы в ГАЗе. Продвижение ВСУ в Курской области замедлилось, они закрепляются на территории, сообщают украинские информагентства. Талибы постановили, что звучание женского голоса – это преступление. Ребенок прибыл в больницу с непрерывной рвотой. Врачи не поверили тому, что увидели на компьютерной томографии. Убийство и самоубийство в пятах тикве, мужчина и женщина без признаков жизни найдены на кухне. На Ямайке огромная акула откусила голову 16-летнему школьнику. Это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Сахал продолжает наземную операцию в ГАЗе, уничтожая инфраструктуру Хамаса и ликвидируя боевиков. Армия Израиля наносит удары по объектам Хизбаллы на юге и в глубине Ливана. Продолжаются операции в Дженине, Тулькараме и Альфара. Сахал и Шабак сообщают, что в ходе продолжающейся операции в Нур-Аш-Шамсе, восточней Тулькара, были ликвидированы пять террористов, в их числе командир местных боевиков Мухаммад Джабр Абушаджа. Абушаджа был причастен множеству террористических нападений. В частности, он руководил террористами, убившими в Калькилии 22 июня 2024 года 67-летнего Амнона Махтара. Он планировал новые атаки. В ходе операции в Нур-Аш-Шамсе был задержан один разыскиваемый террорист, заявляют военные. Сообщается также, что в столкновениях в Нур-Аш-Шамсе был легко ранен один боец спецназа пограничной полиции Ямам. Он доставлен в больницу. Необычный запрос поступил от премьер-министра Бенимина Нетаниягу главе Шабака Ронину Бару. Он просил изучить возможность провести выездное заседание военно-политического кабинета на границе между Египтом и сектором Газа, на оси Филадельфия. Министры должны были прибыть на заседание на бронетранспортерах. По информации 12-го телеканала, целью этой необычной акции Нетаниягу было убедить членов кабинета в важности Филадельфийского коридора. В том, что, несмотря на огромное давление и на обвинения в саботировании переговоров, он настаивает, чтобы ни при каких обстоятельствах не возвращать эту ось под контроль Хамаса. В ответ Шабак объяснил Нетаниягу, что проводить заседание правительства в зоне боевых действий – плохая идея. Обеспечить безопасность мероприятия в принципе возможно. Но это потребует беспрецедентных по масштабам затрат. ООН объявила о приостановке работы миссии Всемирной продовольственной программы в секторе Газы после того, как автомобиль организации был обстрелян израильскими военнослужащими. В заявлении говорится, что сотрудники миссии возвращались к месту базирования после сопровождения колонны грузовиков с продовольствием в центральную часть Газы. Возле израильского блокпоста по машинам, имеющим маркировку ООН, был открыт огонь. В автомобиль попало не менее 10 пуль, 5 со стороны водителя, 2 со стороны пассажира и еще 3 попали в другие части машины. Никто из сотрудников миссии не пострадал. Представители программы призвали власти Израиля немедленно принять меры для обеспечения безопасности сотрудников всех гуманитарных миссий в секторе Газы. Продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас ВСУ пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на российских Z-блогеров. При этом некоторые из них утверждают, что россияне постепенно стабилизируют ситуацию на этом участке фронта. На обнародованных 28 августа кадрах видно, как солдаты РФ действуют в восточном поселке Коренево. Это, вероятно, свидетельствует о недавнем отходе ВСУ из этого района и восстановлении россиянами определенных утраченных позиций. Минобороны России и другие источники указывают, что ВСУ атаковали русские войска к востоку от Кореневого возле Ольговки, к северу от Суджи возле Малой Локны, к востоку от Суджи возле русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи возле села Борки. При этом россияне отбили попытки ВСУ пересечь границу возле Журавлевки в Белгородской области, что к северу от Харькова. На прошлой неделе талибы в Афганистане приняли новые законы, которые, по их словам, направлены на поощрение добродетелей и искоренение порока. Среди прочего женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Закон был утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахунзадой. Министерство нравственности, официально известное как Министерство поощрения добродетелей и предотвращения порока подчеркнуло, что никто в стране не освобождается от действия этих законов. Новый свод правил позволяет полиции нравов талибана вмешиваться в общественную жизнь афганцев, начиная с того, что те носят и в каком виде появляются в общественных местах, кончая тем, что граждане едят и пьют. В воскресенье высокопоставленный представитель ООН предупредил, что новые законы дают основания тревожиться за будущее Афганистана. Вчера 27 августа трехлетний мальчик поступил в детскую больницу Сафров Теля-Шамер с непрерывной рвотой. Сначала врачи заподозрили у него расстройство желудка, затем аппендицит. Лишь на следующий день выяснилось, что мальчик проглотил три магнита, и они уже успели проделать дыры в его кишечнике. Ребенку сделали срочную операцию. Пришлось извлекать магниты из брюшной полости и оперировать повреждения кишечника. По словам доктора Шенхара сегодня мальчик восстанавливается после операции и уже ест. Но перенесенное вмешательство может дать реакцию в будущем. Доктор Шенхар призывает родителей выбросить из дома любые игрушки с мелкими магнитами или магнитными шариками. Подозрения на убийство и самоубийство. Мертвые тела 60-летнего мужчины и 50-летней женщины обнаружены в ночь на 29 августа в жилом доме в Петахтикве. В полиции считают, что между парой произошел скандал, в ходе которого мужчина произвел два выстрела из пистолета, сначала в женщину, а потом в себя. Полиция установила, что потерпевший работал охранником, у него было право на ношение оружия. Никто из соседей не слышал ни выстрелов, ни шума скандала. В СМИ пишут, что неладное они заподозрили лишь тогда, когда из соседской квартиры начал доноситься неприятный запах. По словам парамедика Мадайоси Халаби, оба тела были обнаружены на кухне. Точное время их гибели пока не сообщается. На Ямайке огромная акула откусила голову 16-летнему школьнику. Рано утром в понедельник 26 августа 16-летний ученик 10 класса Джамари Рид отправился на подводную охоту и не вернулся. На следующий день участники поисков обнаружили в океане человеческие останки без руки и головы. Вскоре подтвердилось, что они принадлежат Риду. Водолазы рассказали, что рядом с юношей плавала огромная тигровая акула. Смотрите и слушайте новости на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал. Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир.